Отдельная тема газификации. В планах обеспечить этим экологичным топливом такой крупный город России, как Красноярск. Газу в городе быть. Наш мегаполис Владимир Путин вывел на отдельную строчку в своем послании Федеральному собранию. Газификация это очень важная вещь, которую ждет подавляющее большинство жителей города. И именно с газификацией связывается решение проблемы, в том числе экологических проблем. Получили регионы еще одно нововведение. Путин предложил списать две трети задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам. Это около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Они пойдут на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Анонсировал президенты изменения, которые коснутся всей страны. В России запустят пять новых нацпроектов для будущего страны, здоровья, продолжительности жизни, цифровизации и профориентации подростков. Ключевым, пожалуй, можно назвать нацпроект «Семья». Это главная тема 2024 года. По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой в России. Для этого в стране вдвое вырастет налоговый вычет на второго ребенка. До 2030 года продлят погашение части ипотечного кредита за второго ребенка. И главная программу – семейные ипотеки в целом. Мы запустим новый национальный проект, который так и называется – «Семья». Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Я предлагаю ее продлить до 2030 года. Это очень реалистичное предложение, которое основывается, знаете, на такой формуле. Есть проблема. Мы видим вот такой результат решения. Выделено вот такое-то количество финансов, предполагаемый результат такой-то. Это разговор фактами, а не эмоциями. Не упустил глава государства и тему специальной военной операции. Второй год подряд среди гостей в зале еще и участники боевых действий. Для них тоже грядут изменения. Ветераны СВО, солдаты и офицеры смогут поучаствовать в кадровой программе «Время героев». А еще в приоритетном порядке получить высшее образование и специальность в вузах. Все задачи и проекты, которые прозвучали в послании, оперативно взяли в работу и в нашем регионе, рассказал губернатор Михаил Котюков. Все задачи, которые послал президент до конца года, должны быть утверждены в виде национальных проектов до 2030 года. Красноярский край будет обязательным участником этих национальных проектов. 19-е послание президента в этом году стало рекордным по длительности. Доклад длился 2 часа и 6 минут. Алена Крашенинникова, Андрей Ткачук. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok